Вы смотрите видеокурс покраска вагонки урок номер 4 тема чем выполнить шлифовку дерева какие инструменты использовать для предварительной и промежуточной шлифовки Древесина обладает многими полезными качествами и эстетическими свойствами и благодаря им является наиболее востребованным материалом в строительстве и отделке домов При производстве деревянных отделочных панелей не всегда удается получить идеально ровную поверхность На досках бывают практически незаметные, но хорошо заметные после покраски волны от станка Все эти погрешности легко исправляют со шлифовкой Среднеабразив их сгладит, а более мелкие окончательно уберет Сейчас мы с вами разберем какой инструмент лучше использовать для эффективного решения разных задач Перед вами ленточная шлифовальная машинка С ее помощью хорошо делать грубую шлифовку на погонажных изделиях Кстати, чем больше нижняя часть машинки, по которой ходят ленты, тем ровнее будет шлифовка Также обратите внимание на скорость Слишком маленькая у недорогих моделей не позволит добиться эталона Следующая машинка это прямо шлифовальная или вибрационная Прекрасный вариант для тонкой обработки Возвратное поступательное движение подошвы с абразивной пластиной быстро снимает верхний слой дерева Для углов вам пригодится ее разновидность Дельта шлифовальный инструмент с подошвой в виде утюжка Следующий инструмент это эксцентриковая или орбитальная шлифовальная машинка Вариант еще лучше, чем прямо шлифовальная Благодаря возвратно-поступательным движениям и смещениям центра вращения позволяет выполнить обработку на очень высоком уровне Круги для нее можно приобрести от 80 до 320 единиц То есть этот инструмент позволяет самостоятельно выполнить все этапы Далее угло-шлифовальная машинка С помощью болгарки можно снять довольно большой слой древесины или старой краски Например при реставрации Также для этого вида инструмента существует великое множество насадок Щеточная, дисковая, лепестковая А это значит, что отшлифовать можно даже самые труднодоступные места Например, между фасок имитации бруса Теперь рассмотрим шлифовально-калибровальный станок Но для этого мне нужно телепортироваться на первый этаж На производствах для предварительной шлифовки используют именно его Прижимной утюжок позволяет снять фиксированно слой древесины Вскрыть поры Для промежуточной работы с древесиной он не подходит Наконец, абразивный брусок Шкурка разной зернистости на колодках Металлическая вата Все это незаменимо для различных фасок, закруглений, труднодоступных мест и углов А еще с помощью этих простых инструментов Вы легко выполните промежуточную шлифовку Стряхнете поднятый ворс с пластья Следующий урок по покраске вагонки Ищите по ссылке в описании к видео С вами был я, Валерий И компания Лесобаза РФ Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»